Менты начали проводить только в 1881 году. Тогда учёные впервые смогли удалить часть лёгкого у собаки. Но даже тогда операция не увенчалась успехом, и вскоре подопытное животное скончалось. Однако факты говорят сами за себя. Человеку, чью мумию исследовали учёные, при жизни действительно сделали сложнейшую операцию на лёгком. Но тогда кто мог в древнем мире провести её? Неужели китайцы? Верится с большим трудом, потому что, во-первых, это уже операция более сложного технического плана. Для неё нужны совершенно другие инструменты, в том числе и оптические. А подобных знаний у китайцев совершенно не было. Принято считать, что первооткрыватели медицины китайцы. Сомнений не вызывает тот факт, что именно народ Поднебесный первым открыл систему кровообращения человека и первым обнаружил существование бактерий. Древние китайские трактаты, которые дошли до наших дней, изобилуют красочными изображениями сложнейших медицинских операций. И всё это за тысячи лет до того, как в Европе первый хирург взял в руки скальпель, чтобы удалить пациенту аппинкерс. Вероятно, весь мир так и считал бы китайских лекарей основоположниками древней хирургии, если бы не обнаруженная запись в китайском медицинском трактате, который был написан ещё в третьем веке нашей эры. В нём говорится о том, что операцию на найденных мумиях не могли провести китайцы. Среди этих артефактов мы можем видеть и различные манускрипты, древние тексты, трактаты и различные карты, составленные либо на пергаменте, либо на кусках кожи, либо на каком-то материале, который хотя бы имеет какое-то долгосрочное хранение. Древние специалисты по медицине, как и по другим наукам, жившие не только в Китае, но и в других странах, умели производить действительно чудеса. В древнем рукописном документе говорилось, что за сотни лет до первых, самых примитивных медицинских знаний, которыми стали обладать китайцы, белые люди приходили в Поднебесную, чтобы даровать её народу силу и здоровье. В летописи в деталях описывается то, как белые люди, которых китайцы называли богами, обучали их народ искусству врачевания. С китайцами общались белые боги, ну или боги, скорее всего, европеоидного типа. Вполне возможно, что в древности именно белая раса существовала повсеместно, и, скорее всего, это были не просто боги, а представители высокоразвитой цивилизации. Вполне возможно, что именно так выглядели и боги, поскольку в китайском пантеоне есть боги, которые выглядят человекоподобными. Но кем были эти боги, которые делились своими знаниями с народом Поднебесной? Казалось бы, ответа на этот вопрос историкам уже не отыскать. Ведь документальные источники, которые сохранились с тех времён, можно пересчитать по пальцам. Однако разгадка пришла неожиданно. В древнем китайском трактате также говорилось, что белые боги пришли к китайцам с севера. Известно, что из древних земель только Тартария находилась с севернее Китая. Но что это означает? Неужели медицинские знания китайцам подарили славяне, которые и населяли Тартарию? Специалисты, которые занимались расшифровкой этих текстов, часто говорят о том, что якобы, было написано в книгах, что якобы вот эти знания китайцы получили из какой-то северной страны или откуда-то с севера от мудрецов. Но что это за страна и где находился тогда эта северная страна? В китайском трактате также сказано, если болезнь не поддавалась лечению лекарствами или иглоукалыванием, то белые боги производили надрез и вынимали больной орган. Летописи подробно описывают методы и способы восстановления изъятого органа. Все те действия, которые сегодня мы бы назвали пересадкой органа. Китайские специалисты нашли довольно большое количество различных научных трактатов. И среди этих трактатов имеются трактаты по медицине. И эти книги нас просто удивляют, изумляют, потому что там уже описаны различные сложнейшие операции хирургические. Каким образом древние мастера уже в 3-5 веке нашей эры могли производить такие сложные операции, как или трансплантация органов, или надрезка внутренних частей легкого. Пересадка органов в Древнем мире. За два тысячелетия до официальной хирургии. Ведь согласно общепринятой истории, впервые трансплантацию органа от человека к человеку выполнил профессор Юрий Вороной. И произошло это только в 1933 году в Херсоне. А первая в мире пересадка легкого была проведена еще позже, в 1963 году. Тогда доктор Джеймс Харди заменил своему пациенту легкое, но тот вскоре скончался. Но если нашим предкам действительно было под силу тысячи лет назад проводить сложнейшие хирургические операции, то поверить в то, что именно они могли возвести Великую Китайскую стену, не так сложно. Цивилизацию Китая с Севера строили выходцы из русских территорий. Они пришли с Севера и буквально центральной области и северной области Китая современного заселили и сделали там свою цивилизацию. Они же строили эту стену, которая, в общем-то, все-таки являлась и в какой-то части, то есть фрагменты этой стены, они в какой-то части являлись и военными сооружениями все-таки. Но если именно славяне даровали китайцам знания, то что же произошло тысячи лет назад? Почему русский народ отделился от китайцев высокой неприступной стены? И действительно ли такое невероятных размеров укрепления необходимо было возводить для защиты от людей? Или Великая Стена служила преградой от нечеловеческой силы? Ключ к разгадке исследователи обнаружили в древнерусском предании, согласно которому много тысяч лет назад между русским народом и неизвестной цивилизацией, которая называлась это расой Великого Дракона, велась длительная кровопролитная война. Потери с обеих сторон достигли таких размеров, что человечество оказалось на грани вымирания. Причем самое удивительное заключается в том, что отголоски вот этих великих сражений мы находим в славянских легендах, в китайских легендах, в легендах народов Сибири. И даже есть упоминание о том, что происходило какое-то великое сражение между белой расой и расой дракона. Согласно легенде, итогом войны стала победа белой расы. И 7523 года назад между двумя цивилизациями был заключен мир. Русичи назвали этот день сотворением мира. С этого момента славянский народ создал первый в истории календарь, который просуществовал до Петровского времени. И мало кто знает, что знакомое каждому с детства изображение герба Москвы, на котором Георгий Победоносец побеждает дракона, не что иное, как отражение древней битвы, когда славяне победили народ дракона, то есть китайцев. И мы видим отражение этой легенды, и в легенде потом уже, наверное, Георгий Победоносцы, любопытно, что Георгий Победоносец известен и ведом Руси. Он известен как Егорий Храбрый, один из вождей, из князей, почитается до сего времени, и до сих пор изображается на наших монетах. 50-копечная монета, там изображен Егорий Храбрый, Георгий Победоносец. Легенда гласит, после сотворения мира была построена Великая Стена, которая обозначила границы государства древних русских. Народу Великого Дракона было запрещено переступать границу, которой служила Великая Стена, получившая название Кий-Тай. Историкам хорошо известно, что слово Кий на древнерусском языке обозначало забор, а слово Тай в современном прочтении звучит как вершина. А это означает, что Китаем на Руси называли неприступную стену. Китайцы – это народы, которые на то время, скорее всего, проживали рядом с этим строением, с китайской стеной. Может быть, их поэтому назвали китайцами. Проводя дальше аналогии, ну, например, в Москве, Китай-город, то, что от него осталось, это опять же стена. Правильно? Там ничего больше нет. Но там не жили китайцы. Казалось бы, что древнее предание расставило все на свои места. Однако появились новые вопросы. С какой цивилизацией, именуемой Великим Драконом, сражались древние русы? Откуда она пришла и куда исчезла? Если это были известные нам сегодня китайцы, тогда почему о них ничего не знали древние картографы? Ведь впервые Китай появляется на мировых картах всего лишь в 15 веке нашей эры. Но тогда кто в действительности населял территории Китая в древности? Он имел солнечный рог, лик дракона и четыре лица. Это цитата из китайского трактата об исторических записях древнего историка Сэм Тянь. В нем с удивительной точностью описано странное существо с желтой кожей и четырьмя лицами, благодаря которым можно было одновременно видеть все четыре стороны света. Мало кто знает, что именно это существо китайский народ называет своим первопредником. В отличие от сюжета библейской легенды, согласно которому человеческий род берет свое начало от первых на земле мужчины и женщины, мифология Поднебесной говорит о том, что именно дракон-бог дал начало их народу. Этот человек и бог в одной лице, дух, который сошел с звезды Сюань-Юань, сошел с неба. Поэтому империя, которую он основал, называлась Поднебесной империей. Это культур-грегор, то есть культурный человек, который принес культуру китайцам, как и письменность, и государственное устройство. Согласно рукописным китайским текстам, бог и будущий император Китая Хуан-Ди спустился на землю с неба в белом яйце. По желанию императора, его летательный аппарат превращался в дракона, летящего в облаках. Он мог покоиться и идти, становиться легким и тяжелым. В трактате также сказано, как только аппарат достигал Земли, из его живота появлялись три ноги, блестящие как медь. Но что именно имел в виду автор древнего свитка? По одной из версий, так очевидец смог описать шасси посадочного механизма, неизвестного космического корабля, на котором и мог прилетать на Землю Хуан-Ди. Представьте себе, что на Землю приземляется космический корабль. Люди это видят, наблюдают, но не могут это объяснить. Это так громко, как гремит гром. При этом пламя от корабля выглядит так же, как молния. Люди думают, это должно быть боги, спустились к нам на Землю. Как указывают китайские свитки, древние жители долины Хуан-Хе видели, как скорлупа сияющего яйца надломилась, и из нее вышел огонь.